Христос родился, славим Его. Одесситы отметили Рождество Христово. Торжества прошли как в мирской жизни, так и в храмах Одессы. Множество прихожан посетило Спасопреображенский кафедральный собор. Ведь этот храм знаковый для города. В свое время разрушенный коммунистами, он был заново отстроен за средства горожан и освящен в 2010 году. Настоятелем храма является митрополит Одесский-Измаильский Агафангел. Священнослужитель провел службу и в другом знаковом для города соборе – Свято-Успенском. В нашем кафедральном соборе богослужение возглавляет носитель высшей степени священства, митрополит Одесский-Измаильский Агафангел, глава нашей епархии. Конечно, для нас это крайне важно, что по слову Спасителя, там, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди их есть. И вот эту нашу общину возглавляет сегодня ангел нашей церкви, наш святитель, который возносит Господу и хвалу, и благодарение, и молитву о том, чтобы воплотившийся Сын Божий не спослал в души и сердца наших людей дух мира, дух спокойствия, дух любви и взаимного уважения друг к другу. В храме святой мученицы Татьяны помимо традиционной службы прихожан радовал калятками детский хор. Такое сочетание духовности, традиций и народного творчества пробуждает в людях лучшие качества, уверен настоятель храма отец Олег. Праздник Рождества Христова любят дети и взрослые, любят наш народ. В этот день обычно в храмах совершается божественная литургия. После службы детский хор, взрослый хор поют рождественские песнопения, калятки, славят Христа. В храмах устраивают вертепы, люди ходят к своим близким, родным, друзьям, как у нас говорят в народе, калидуют, поют песнопения рождественские, поздравляют своих близких с Рождеством Христовым. И до Бога, чтобы этот праздник всегда приносил нам радость, чтобы у нас в стране был мир. Со священником солидарные горожане, которые пришли на службу. Ведь светлый праздник Рождества Христова призван помочь людям стать лучше. Еще предсказано было и в Ветхом Завете, что придет Спаситель, и который воспримет все наши грехи и даст нам надежду на то, что мы будем жить вечно. Ну, при условии, конечно, что если будем вести жизнь праведную, вот, как Он нам заповедал. Поэтому сегодняшний день, как всегда, пришли в храм, счастились. И слава Богу, что дает нам возможность такую быть с Ним, быть в церкви. Сегодня большой праздник, да, это Рождество, все знают. И хочется пожелать всем добра, мира, тепла. И также привить эту традицию детям, чтобы у них была духовность, и они могли быть настоящими людьми. Душевными, теплыми, добрыми, отзывчивыми. К слову, детский церковный хор делился радостью праздника не только с прихожанами. Согласно договоренностям между Миссионерским отделом Одесской епархии и администрацией Укрзалезницы, детки пели для горожан и гостей города в здании железнодорожного вокзала. Настоятель храма пообещал, что этот проект будут развивать и в дальнейшем. Ведь приятные детские голоса, дарящие настоящую атмосферу Рождества, не только оставляли улыбки на лицах, измотанных дорогою людей, но и заряжали их добротой и позитивом.